Сегодня в рубрике «Наши наследия» мы хотим рассказать вам о жизни и деятельности винного государственного деятеля и патриота Курмана Лея Курджиева. В 2001 году по инициативе жителей Карачаевска ему был установлен памятник. Почему, расскажет шериф от Левшокова. Курмана Лея Курджиев Местные жители хорошо помнят ноябрьский день 2001-го, когда торжественно открывали памятник. В тот день почетные гости во главе с президентом Владимиром Семеновым говорили об огромном вкладе Курмана Лея Курджиева в строительство и развитие Карачаевска. Статуя с прославленным горцем на коне, наряду со знаменитой горянкой, стала еще одной визитной карточкой города. Монумент установлен перед аллеей в тени деревьев напротив здания администрации. Выполненная скульптором из Кисловодска Гургеном Куригяном, композиция органично вписалась в архитектуру горной столицы республики. Но в начале 20-х реализация планов по основанию города далась Курману Лею Курджиеву непросто. Возглавляя в это время Карачаево-Черкесскую автономную область, он встречался с первыми лицами государства, в том числе и со Сталином, которому рассказал о своих чаяниях по возвращению карачаевских земель. Еще не знаю, что в 1937-м на допросе перед расстрелом ему припомнят ту беседу. Об этом в своей новой книге подробно говорит доктор исторических наук Аскербик Айчуев. В первые революционные годы, как и многие передовые карачаевцы того времени, Курману Лею Курджиев был полон надежд и мечтал о создании Карачаевской области. Он ставил выше интересы народа, чем интересы своей личности. Потом, когда назрело отделение Карачаевской автономной области и образование Карачаевской автономной области, решили основать здесь центр будущей автономной области. Об этом месте Курджиев знал не понаслышке, так как сам был родом из соседнего каменомоста. Еще в детстве целеустремленный мальчик своими успехами выделялся среди сверстников. Из-за его стремления к учебе отец его отдал в Учкуландскую среднюю школу. Он там себя показал с положительной стороны. И инспектор Баталпашинского округа обратил внимание на его способности и его попросил перейти в Баталпашинскую школу. Позже, поступив в Кубанскую учительскую семинарию, он начал интересоваться политикой. Курман Али Курджиев видел тяжелую бедность народа и понимал необходимость перемен. Он искренне поверил в советскую власть. Вдохновленный поддержкой государства, руководитель области строил новые школы, магазины, больницы. Под руководством Курджиева в республике возникли 35 новых населенных пунктов. Главным его достижением можно назвать строительство Карачаевска, тогда Микоэн Шахара, названного в честь влиятельного члена Политбюро, оказавшего огромную поддержку при возведении города, который рос и благодаря непоказному энтузиазму людей. Известная поэтесса и прозаик Халимат Байрамукова вспоминала, как они, аульские юноши и девушки, пешком из Хурзука ходили на строительные работы. В них принимал участие и сам Курджиев. Переживая, что горожане не получают свежий горячий хлеб, он принял решение о строительстве пекарни и сам копал землю под фундамент вместе со студентами местного рабфака, среди которых был и будущий писатель Осман Хубиев. Люди горели желанием построить свой город-сад. Им это удалось. 7 ноября 1927 года прошло торжественное открытие первого в Карачае центра Микоэн-Шахара. Сохранившиеся кадры в точности передают ту атмосферу радости и счастья. Открывал город Курман-Эли-Курджиев на белом коне карачаевской породы под звуки оркестра и национальной гармонии. Он гордо вступил в новую столицу Карачая и остался в ней навсегда. Шерифат Лепшукова, Рашид Туков, Вести Карачаева, Черкисия, Карачаевск.